я нахожусь около станции метро девяткина и вот смотрите какую тут интересную кассу придумали когда-то это был автобус лиаз не помню модельный индекс но вот посмотрите через него сделали вот видите лобовухие закрыли пластмассой да вот видно камеру повесили только непонятно питается он изнутри или снаружи потому что проводов тут не видно которые бы его соединяли с чем-нибудь ну вот смотрите двери зачем-то сделали такими хотя впрочем сами видите по-другому и сделать а эти двери эти двери тоже самое так 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 вот он в общем но тут вот видна тенька проведен еще не до конца это кому непонятно хендай с купе по всей видимости вот хотя хотя она родимая это хендай с купе вот посмотрите спойлер тут уже мощный конечно сюда не резинка резину бы низко профиль на очень хорошо прокачан капот что тоже принципе неплохо ну а то я думаю перспективе будет вот глушитель уже неплохой сделали вот так что я думаю это еще не конец вот она так издалека выглядит но ничего так неплохо для машины который гораздо больше десяти лет что вот знаете вот мне тут попалась него но казалось бы никакого тюнинга но посмотрите на этот цвет него кстати еще старенькая выпущенная явно до девяносто девяносто четвертого года судя по задним фарам да и принципе передние фары тоже старого образца но посмотрите на на этот цвет насколько же он радует глаз вот перед вами тойота хай люкс вроде бы все обычно но не совсем обратите внимание на то что поверх кузова вот смотрите вот здесь открыла вот здесь эта крышка открывается в крышку даже дополнительные фары вмонтированы и вот там видите со стеклом и вот здесь такой интересный кунг получился я уж не знаю разделены они или нет а для чего такая крышка нужна но если ее открыть то только тогда будет полностью открытый кузов и возможно что там еще что-нибудь имеется но я не в курсе я ее открыть вам к сожалению не могу полюбуйтесь это просто это даже не скутер а прямо скутере щи какое-то вот тут аккумуляторный блок у него наверно так ампер 100 ампер 200 или 300 шины вон какие вот для понимания масштабности ногу поставлю рядышком амортизаторы какие вилка видать тоже самопал мне кажется вообще что все это что весь этот агрегат самодельный тормоза у него конечно же дисковые скорее боже сзади тоже дисковые а где мотора мотор то наверно внутри заднего диска иначе да на таком скутере щи зимой не страшно скорость наверно у него километров сто пучу вроде как неплохо прокачанная него вот еще и с решеткой прикололись типа века линз напоминает очень кресло хорошее заметно заметно кресло хорошее вот как вы как мы видим ну в остальном наверно тут ничего особенного нет но задние фары неплохо защищены решетками ну да конечно и о малой родине не забыл владелец бампер стандартный но он крепкий надо сказать дорогие участники АДТ и КД вот сегодня тут попался такой интересный базурик да да базурик явный самопал вот такая кабина снята с производства в 82 году то есть 37 лет назад вот вверх там какой-то то ли от автобуса то ли от чего он даже написано гатчина хотя вверх по ходу самопал сварной ну ничего красиво получилось надо сказать и обратите внимание машина пересажена до евродиск но откуда этот евродиск внимательно это фирма раба венгерская фирма раба вот то есть скорее всего задний мост тут от икаруса от какого-нибудь или от лиаза круглый бак железный видно сделаны из бочки не иначе или из чего-то еще причем довольно маленький закрепленный тентовыми ремнями ничего ничего какой мотор тут трудно сказать но да и да вот обратите внимание передний мост передний мост от DAF да да от DAF передний мост по всей видимости и вот конечно радиаторную решетку тут сделали просто супер силовой бампер неплохой даже вытянутая рама слегка фара от семерки в бампере то есть тут два блока две пары фар ну за счет того что внутри кабины ничего не могу сказать ну видимо очень интересно вот такой вот старенький мазурик и вот так вот он прокачан мало что своего ну что вот такой гранд широкий двадцатилетней давности и посмотрите насколько он хорошо прокачан удлиненные амортизаторы дифференциал балка на переднем мосту вот посмотрите дифференциал балка на переднем мосту лебедка шноркель да еще и насколько его подлифтили вау как-то как-то круто получилось вот вот сзади он тоже ну вам вам бамперов у него видно еще нету но круто он залифтован тут сюда еще наверно резину другую поставят и вот собственно он сверху вау красота ну и шноркель конечно есть что тоже немаловажно но вместо переднего бампера наверное крепление лебедки не иначе ну что вот интерес вот интересный электровелик нашелся причем оказывается его оказывается такой электрификационный тюнинг был применен к нему вот посмотрите вот это мрб по всей видимости аккумулятор должен быть вот здесь но он видимо снят а вот с другой стороны обратим внимание вот там как обычно и вот тут тоже моторно-редукторный блок стоит вот видите вот здесь шестереночка идет и вот она крутит другую шестеренку собственно говоря вот это видите тут две цепи в две цепи находятся поэтому то есть таким образом этот электрификационный тюнинг велика получается довольно удобным вопрос только в том удастся ли закрепить видите здесь скорее всего подсверлили вилку что конечно нарушает ее прочность но все таки ну видимо пока что держится крепко но износ конечно будет долгим а вот собственно провод который идет к блоку управления вот посмотрите вот это переключение скоростей а где что ручка газа то а ручка газа собственно говоря вот здесь хотя где а вот наверное вот это наверное и есть ручка газа хорошая ручка газа но правда привыкнуть надо обычно крутить а тут в общем и конечно еще прикольнее что мы заднее колесо у него маленькое а переднее большое хорошо ну и конечно отсутствует какой то блок сцепления так что крутить педали будет довольно тяжело вот такой вот попался обитатель дорог вот сейчас его покажу вам немножко полноразмер вот этот полноразмер в общем хороший смопал нечего сказать но тиньговать еще долго его можно вот снова перед вами такой интересный самодельный пердоцикл в общем все нормально конечно но надо к нему немного привыкнуть обратите внимание где находится у него выхлопная труба она находится прямо рядом с педалью она находится прямо рядом с педалью так что задеть ее очень легко в движении и просто обжечься и упасть то же самое кстати и цилиндра касается редуктор тут довольно интересный вот даже цепь находится под кожухом практически вся цепь за исключением звездочки но коробки передач по всей видимости нету и никогда не было а что с тормозами а тормоза у него велосипедные даже не дисковые вот обычный V-brake в общем ну в баке тут наверное от силы литра полтора бензина то что двухлитровая баклажка и та размером немножко побольше так что непонятно как он заправляется при том что на заправке меньше двух литров не наливают ну вот собственно и это вот собственно у него руль газ у него скорее всего как обычно здесь да да вот здесь это уже легко заметить что ручка поворачивается и они немножко разных диаметров в общем вертоцикл конечно прикольненький но много имеется недоработок хотя ну ничего хоть брызговики есть и то хорошо казалось бы обычного Opel Vectra но посмотрите на эти дисканы непонятно самопал не самопал но какая резина даже просвет немного выше получился ну прям так сказать напоминает с таким закосом на внедорожник ну а что широкая резина с широкой базой это не так уж плохо сами понимаете это отлично просто вот но выглядит конечно вообще потрясающе ну что вот интересный такой довесок к автобусу фирмы VENTLE вот посмотрите главные тут задние фары дополнительные стоят правда немножко штатные закрывает вау ну выглядит конечно потрясающе такой довесок еще и стоп-сигнал такой шикарный на него повесили вот камера заднего вида почему-то направлена не совсем в ту сторону но машинка старенькая так что не мудрено вот автобус длинный на трех мостах обратите внимание тоже наверное фирма VENTLE у упрощение ваза anyway вazly как вид у 1 вот ты これ gold Вот, какой багажник-то, несколько кубов, наверное Какой-то очень интересный агрегат в качестве памятника Конечно, не стоит исключать, что его тут немножечко доделали Но вот посмотрите, какое-то сооружение под пулемёт расположено спереди и немножко сбоку Башни нет Ну, видимо, это заменяется вращением гусениц Какой-то интересный кузов Прошу прощения, а вы не знаете, что это за агрегат? Какой-то интересный кузов Что там внутри? А внутри-то ничего нет Ну, видимо, это какая-то примитивная БМП И вот даже цепное устройство имеется А машинка, да, машинка не совсем симметричная Вот она как выглядит С одной стороны и с другой И где находится мотор, не совсем понятно Ну, по всей видимости, спереди Вот, посмотрите Где мотор? Ну, наверное, спереди, что ли, находился мотор Не иначе, если сзади там такой кузов Да и машинка сама по себе очень маленькая А хоть широкая, но она коротенькая Размером она, наверное, с газель Что это за агрегат? Не совсем понятно Спасибо 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 Спасибо